Мы перемещаемся в татарскую деревню. Скажите, как появился этот замысел? Потому что мы знаем, что вы работали с Алексеем Федорченко, да? И видно по стилистике, что, пожалуй, вы вдохновлялись какими-то его интонациями тоже. Как появился этот материал? Как писался сценарий? Как вы соприкоснулись с этой темой? Видно, да? Нет, вы про вдохновлялись. Как-то я бы позоветела, да. Ну, может быть, не знаю. Может быть, как-то неосознанно это произошло, возможно. Но не было таких импульсов. Как замысел, изначально у меня было несколько пьес, которых я написал. Одна из них потом я... Ну, какие-то они идут где-то в каких... Некоторые из них идут где-то в Россию. Сам я что-то из этих пьес ставил. Их там несколько, четыре пьесы. Вот. И в какой-то момент я стал главным режиссером Центра современной драматургии в Екатеринбурге. И мне очень хотелось, чтобы Центр современной драматургии занимался не только театром, но и кино. Вот. И я пошел к Алексею Федорченко. Я говорю, надо кино снимать. Он говорит, про что? Ну, я ему рассказал. Он сказал, ну, давай снимем. Вот так и появилось. А почему именно это про татарскую деревню? Ну, потому что я вырос в татарской деревне. И так как у меня были пьесы, уже написанные, вот, мне хотелось их экранизировать, перевести их на язык кино. Вот. Все профессионалы, кроме, там, парочку, кроме двух актеров, которые были просто сыновьями, значит, мужчин, которые работали на площадке и носили тяжелые предметы. Вот. Ну, мы их приехали, сразу там взяли, вот они там играют двух парней, эпизодические роли. А все остальные, это актеры, с которыми я работаю в театре, ставил спектакли. И, в общем-то, все изначально, как бы, писалось так, чтобы все встали на свои места. А насколько много импровизации было? Потому что очень живой изюз, получил такое полотно, и, кажется, во многом, вы импровизационный метод использовали. Или это наступно было прописано? Все прописано было, да. Не знаю. Ну, как, на съемочной площадке же не может быть все так, как написано. Конечно, что-то менялось на ходу, что-то как-то немножко импровизировали. Но, в целом, все как бы, как написано, так и снималось. Вот, пожалуйста, Геннадий, скажите, у нас, знаете, каталоги, дирекционные, дирекционные, дирекционные режиссеры, а актеры, дирекционные, которые очень интересны. Скажите, где вы учились, где вы работаете, что для вас на ледах актера и филюринг и театра? Что за вас есть? Вы, друзья, дирекционные, глава работают, да? Да. Я актриса Центра современной драматургии, главным режиссером которого был Ренат. Я закончила курс Николая Калиды актерский, живу в Екатеринбурге. Для меня эта картина очень значима, я ее очень люблю и невероятно рада, что состоялась эта премьера, так как это, так сказать, моя первая какая-то такая значимая роль. И сам процесс был невероятно интересен, и работать с Ренатом я всегда очень любила, и в театре, и в кино. И это просто, как бы я считаю, что неразделимые вещи, которые они должны взаимодействовать, и они дополняют и подпитывают друг друга, мне так кажется. Рената, вопрос. Как вот между кино и театром, да? Вы что дальше думаете? Где больше развиваться? Или у вас вообще могут быть какие-то задумки о мультимедийных постановках, где были бы вплетены друг в друга и в театральную постановку, допустим, какие-то фрагменты киновыразительности? Да нет, я, наверное, киноматериал как-то в театре почти никогда не использую, да вообще никогда не использую. Ну и, в принципе, моя основная деятельность как бы в театре. Я пишу для театра, оставлю в театре и играю в театре. Ну, то есть как бы все подряд делаю в театре, а кино, ну, я бы, конечно, хотел бы сейчас что-нибудь начать снимать, но пока... Ну, тут как-то в кино там как-то все не сразу это происходит. Театр спектакль хочет поставить? Пошел, поставил. А с кино как-то немножечко посложнее. Кино — одно из самых дорогих искусств. Хочешь написать, жуписью заниматься? Ну, там какие-то расходы есть, но несоизмеримые. А кино — это еще огромная группа. Ну, в театре — да. Ну, имеется в виду полнометражные короткие метры. Вот в Екатеринбурге мы тоже при театре основали мастерскую, мастерская «Кинолух», где мы создавали корнепетражные фильмы на коленке. Вот, к нам приходили люди с улицы, которые к кино никакого отношения как бы не имеют в основном. То есть, допустим, там одна девушка у нас пришла, она работала на мясокомбинате. Вот, и пришла, сняла, сняла классный корнепетражный фильм с нами. Вот, и он там поездил по всяким фестивалям, получил призы. Ну, и нам, естественно, в этом процессе участвовали молодые актеры, которые работают в Центре современной драматургии. В общем, эта мастерская была создана для того, чтобы наши театральные актеры получили опыт кино. Ну, и мы сами, само собой тоже. Вот, я, правда, до этого фильма ничего не снимал, но преподавал драматургию. В общем, кино не снимал, но преподавал, как снимать кино. Ну, я так и сразу и подумал. Я сейчас буду их учить и сам пойму, как это делается. Это лучший способ чему-то научиться, начать это преподавать. Ну, да, да, да. Не, ну, у меня как бы были напарники, люди, которые там закончили профильные музы, в ГИК, там, еще что-то. Вот, и они как бы мне, если что, говорили. Как там, что? Коллеги, у меня еще есть вопросы. Если у вас есть вопросы, подайте мне знак. Я вам, да, вот, сейчас вот последний задам вопрос. Пьеса. Значит, вы сказали, что была пьеса, да, изначально написана. Скажите, все-таки, как вы считаете, и в будущем планируете, все-таки для кино нужно отдельно писать или, в принципе, написанная пьеса, ее можно и на театральной сцене реализовать, и в кино это будут разные произведения? Да, как угодно можно. Вот, ну, вот сейчас, в данный момент, ну, вот, этот фильм основан на театральной драматурге изначально. Вот, сейчас, ну, как бы, у меня есть планы снять следующий фильм, и изначально я писал киносценарий, но потом подумал, ну, куда я потом этот киносценарий сделаю? Вот, и в процессе я его быстренько перейдел в пьесу, и сейчас вот она идет в театре «Современник» с Леей Хиджаковой в главной роли. Вот, и я, в общем, планирую эту пьесу тоже, как бы, экранизировать. Пожалуйста, где вы, вот этот парень, который играет у вас? Катин Тунин, да? Да, да. Так где вы его откопали? Он у него совершенно... Он актерка ледотеатра, с которым я... Это мой партнер по сцене, и актер, с которым работал в моих спектаклях. Также вы его можете увидеть на этом же фестивале в главной роли на фильме «Последняя милая Болгария», которая, я забыл, в общем, в какой-то из ней. Да, да. Нам уже вернете за этот фильм, отвечаете. Да, да, мы придем, вот. И мы там с Гюльей тоже снимались в эпизодах. Вот, так что вы этого прекрасного актера можете еще лицезреть в главной роли вот в этой картине. У меня предложение дать ему приз за лучшую мужскую роль. Супер. Есть такой приз на этом фестивале? Дадите? Да. Вы согласны. Расскажите, как вы придумывали, насколько вообще этот весь этномир придуман. И мне, например, очень понравилась традиция с окнами, так как мы вокруг окна всегда ходим и наблюдаем, что с этим окном можно сделать, открыть в Европу. А тут вот просто дивный совершенно образ. Да, кстати, окно в Европу, и фильм начинается с открытия окна. Именно могилу Хокне. Вот когда я черновую версию фильма смотрел, ну, мы отсматривали на большом экране, все равно приглашали какую-то фокус-группу, условно говоря, у кого взгляд был не замылен, кто не сидел на монтаже, на звуке. Вот. И кто-то говорил, ну, типа, ну, типа, что вы там придумывали, сказки какие-то. Вот. А на самом деле там, ну, это вообще, ну, все, ну, и пьесы изначально, и все, что в фильме, оно все основано, в общем-то, на реальных событиях и на каких-то реальных вещах. Там вообще практически ничего придуманного-то и нету. Вот. И... Есть такие традиции? Да, да, есть такая традиция. Я ее немножечко трансформировал. Там есть такая штука, что окна забивают. Если умирает человек, одно окно в доме забивают. И есть мертвые дома, где все окна забиты просто. И этот дом покидает, в этом доме же не живут. Вот. И там вот этот берег реки, который в моей деревне, он все время русло меняется, и эти мертвые дома, они остаются и падают в реку. А те, в которых живут, их тракторами чуть-чуть-чуть оттаскивают от берега. Если бы это не существовало в жизни, это стоило бы придумать. Действительно, такие образы потрясающие. Есть еще вопросы? Есть. Давай. Значит, да, вам удалось сотворить на экране целый мир. Такой автохтонный, русско-татарский, значит, какой-то даже непонятно, чего там. Там даже непонятно, чего там больше, русского или татарского. Собирайтесь продолжать в таком шутоке. То есть создавать такую некую татарскую вселенную, я бы сказал, в которой будет разыгрываться своим, там, драмам по своим собственным законам, не касающиеся, значит, да не касающихся законов нашего материального мира. То есть, значит, вот создание, значит, мира и продолжение его развития. Ну, я не совсем понял вопрос, но неважно. Вот, но отвечу. Ну вот, если сейчас удастся запустить следующий проект, то он тоже будет, герои фильмов будут татары. Вот. Но некоторые татары смотрят в моих пьесах на моих татары, говорят, татары не такие. А муфти Татарстана и муфти Москвы сказал, что я оскорбляю образ татарской женщины. Вот. Так что татары считают, что мы не такие. Вот. Ну и пусть себе так думают. В Казани, да. А не знаю, может, есть такие планы, может, нету, не знаю. Ну, я был бы рад, если бы в Казани посмотрели. Ну, в Казани-то татары точно проклянут, конечно. Ну, тем более, они скажут, да, это сибирские татары, мы к ним не имеем никакого отношения, у нас вообще это на кинез разные, вот, и все такое. Вот, они это любят. Наверное, меня потрясла тоже ваша работа, и просто мне показалось, мне не знаю, это будет обидно или не обидно, что там из Федорченко или не из Федорченко какая-то, но для меня это было какое-то явление из раннего Кустурица. Вот просто, абсолютно. Вот мне бы хотелось, чтобы мы сейчас вместе с вами посмеялись. Все, хватит, успокойся. Мы к вам еще вернемся с милой Болгарией, так что спасибо вам большое за этот брифинг и до новой встречи в этом же зале через... Спасибо большое. Спасибо. Мы переходим... Мы переходим...